Всем привет! Меня зовут HumanPitch и сегодня я решила показать вам наконец-то процесс того, как я рисую акрилом. У меня уже есть одно видео на ютубе, поэтому можете посмотреть его, оно просто с музыкой. Сегодня я решила просто поболтать о материалах, о том, как я пришла к акрилу, для чего я им рисую и обо всем, что только в голову придет. Многие из вас знают, что меня приглашали в Дубай для того, чтобы порисовать на стенах. И для того, чтобы рисовать на стенах, я выбрала материал акрил. Потому что он мне показался достаточно универсальным, в отличие от того же масла или акварели. Потому что акварелью на стекле не порисуешь, тем более так, чтобы это осталось на долгое время. Поэтому мой выбор пал на акрил. Перед этим, как приступать к масштабной работе, я, конечно же, купила самый дешевый акрил, который только нашла от русского бренда. То есть я не могу сейчас вспомнить название. Там было около 9 баночек. И я просто рисовала им на оргстекле и всяких деревяшечках. Это мне помогло понять сам материал, то, как он себя ведет и вообще освоится. Например, скорее всего, многие из вас встречались с такой проблемой, когда долго вы рисуете каким-то одним материалом, то вам немного сложно потом переходить на другие текстуры. Например, у нас так было в художественной школе, когда мы долго, например, рисовали гуашью, да, потом было сложно переходить на коврель. И также наоборот. Всегда были какие-то трудности, то слишком много воды, то наоборот слишком мало. И приходилось привыкать к самой текстуре и тому, какая должна быть форма у данного материала. Если говорить о практике, то сейчас я стараюсь, конечно же, рисовать больше акрилом и маслом. Делаю небольшие какие-то зарисовочки, не очень серьезные. И на самом деле я не надеюсь на какие-то суперрезультаты с самого начала, потому что я понимаю, я адекватный человек и понимаю, что не все сразу. Для этого нужен опыт, время и, конечно же, самое основное и главное — это практика. И только со временем я, скорее всего, приду к какому-то определенному варианту в своем творчестве. То есть я уже выберу специальную технику, которую буду рисовать постоянно в акриле. Но сейчас это какие-то эксперименты. Я делаю какие-то экспериментальные работы, где просто определяюсь и пытаюсь понять, что же я хочу от этого материала, как хочу, чтобы мои работы выглядели именно с ним. Также я сейчас прихожу к мысли, что я хочу сочетать разные материалы. Это и пастель, и акрил, и акварель. И я думаю, это все-таки можно сочетать даже вполне себе органично, чтобы это смотрелось гармонично. Если коротко о моих материалах и чем я рисую именно акрилом, то вы увидите материалы в моих видео, также в моем инстаграм, где я постоянно закрепляю свои материалы, новые и старые, в актуальных сториз или highlights. Они еще называются. Если перечислять, то это в основном Liquitex, Amsterdam и Sineye, потому что у них удобная влаковка в виде пакетиков, грубо говоря, как от майонеза. Также у меня есть акрил от Jackson Art, на который у меня был обзор, и еще какие-то бренды, которые я уже не помню. Недавно покупала несколько тюбиков от Master Class, но чтобы сделать полноценный обзор на него, мне нужно купить еще несколько цветов, чтобы понять, есть какая-то разница или нет. Что касается насчет вообще выбора какого бренда, тут лишь только ваши желания и финансовые возможности. Когда передо мной стоял этот выбор, я сначала купила, конечно же, дешевый, как я и сказала, и потом уже, когда я поняла, что я буду точно рисовать на стене, я купила, как сказать, по отзывам, грубо говоря, акрил Liquitex. Я слышала хорошие отзывы о том, что качественный акрил это Golden, но, к сожалению, я его мало где нашла, и он вроде был только в каком-то магазине тоже московском, но там я не особо хотела заказывать по одной личной причине. И если так думать и рассматривать, когда вы рисуете акрилом, то он может быть прозрачным и плотным, и многим нравится прозрачность в акриле, потому что, ну, просто нравится, а некоторым нужны обязательно плотные цвета, и, конечно же, у всех брендов есть как раз-таки разные категории их красок. Вы можете найти и прозрачные, и полупрозрачные, и, конечно же, плотные цвета, поэтому нужно смотреть и потом не удивляться, почему цвет прозрачный и не прикрывает, например, предыдущий слой. Обычно все эти данные указаны на тюбиках, но об этом я не буду рассказывать. Давайте расскажу о кистях, которые я использую. Я использую обычно как раз-таки кисти и синтетики. Это обычно плоские кисти с закругленным концом. Мне они комфортны, так сказать, и другие кисти я не очень, как сказать, не то чтобы понимаю, мне просто не получается ими работать. Например, с острыми кончиками мне сложно дается, потому что я действительно не могу делать даже маленькие детали, хотя можно подумать, там же острый кончик, это делать легко. Кстати, мне нравится в акриле то, что не нужно много вспомогательных материалов. Например, если вы будете рисовать маслом, то там вам нужно будет разбавитель купить или white spirit для того, чтобы очищать кисти и как раз-таки разбавлять само масло. Также нужны будут разные связующие, то есть масло вы не сможете отмыть просто водой или поменять цвет или еще что-нибудь. Нужно будет льняное масло или другие масла, которые есть у магазинов, потому что там просто абсолютно разные масла. Они отличаются по запаху, по свойствам, но я купила обычное льняное масло, которое самое распространенное и самое бюджетное. Вот. И также нужна будет, наверное, тряпочка. А в акриле вам нужна будет просто обычная вода, стандартный набор, сам акрил и, конечно же, кисти. Больше ничего. Знаете, мне нравится материал акрил, потому что он может быть абсолютно разным. Матовым, глянцевым, шуршавым каким-нибудь, твердым, эластичным в виде, не знаю, струи каких-нибудь. Ну, то есть есть такие эффекты. Очень странные медиумы бывают. Вот если вы посмотрите видео у того же бренда Liquitex, у них очень наглядные видеоролики сделаны, и там они показывают как раз-таки текстуру медиумов, какую они продают именно акрилу. Вы можете посмотреть, если вам интересно. И знаете, многие спрашивают меня, как научиться рисовать, хотя я не вижу, что у меня прям такой большой опыт в этом деле, но, наверное, как человек, который все-таки не боится пробовать новые материалы и, грубо говоря, проще... Ну, я по-простому отношусь к творчеству и стараюсь относиться к нему так всегда, потому что тычки самокритики не всегда идут на пользу, и это, наоборот, губит какую-то творческую нотку, которая начинает зарождаться, и после пинка такого она может просто заснуть, и всё. Это я веду к тому, что не нужно бояться, что у вас что-то не получится, потому что нужно быть реалистами и понимать, что да, возможно, у вас не получится что-то в самом начале. Зато спустя несколько рисунков, там 20, 30, да или уже 5, у вас получится что-то необычное, что-то от вас, и вы уже увидите результат. Именно поэтому я всегда, когда начинаю новые материалы изучать, я просто как-то отстраняюсь и пытаюсь просто посмотреть, как материал себя ведёт, попробовать какие-то сочетания цветов, хотя иногда они могут быть не совсем сочетающимися. Также пробую сочетать разные текстуры, и, конечно же, я не все работы могу показывать. Ну, не то чтобы могу, я не хочу их показывать, потому что они не всегда выглядят классно и презентабельно. Именно поэтому я редко выпускаю сейчас какие-то спидпейнты, потому что сейчас я больше, как сказать, раньше я рисовала много и не очень качественно, хотя иногда было качественно и тоже быстро. Сейчас я просто сажусь в основном, когда у меня есть какое-то специальное настроение, знаете, когда я действительно готова творить, а не просто из-под палки пытаюсь рисовать. Потому что, когда вы рисуете по привычке, это, конечно, прикольно, потому что вы, все равно, незаметно для себя повышаете навык. Но в творческом плане вам намного сложнее как-то развивать и создавать картины, да? Знаете, как принтер, это не очень классно. Поэтому сейчас стараюсь я садиться за работу именно с каким-то вот особенным чувством, с интересом, главное, потому что, ну, я вижу в этом смысл и стала видеть в этом смысл. И поэтому сейчас я реже рисую, но от этого у меня работ не меньше. Ну, ладно, меньше-меньше, кого я обманываю. Это очередное видео без какого-то суперсмысла. Это просто я болтаю, трещу языком. Надеюсь, вам просто помогло это как-то, или вы просто нашли какие-то общие черты между мной и собой, или вы, наоборот, не согласны с моим мнением о том, что не нужно относиться очень сильно самокритично к самому себе, к своим работам, а нужно их любить. Ну, это, по крайней мере, так считаю я. Нужно любить свое дело, относиться к нему как-то по-особенному. И, короче, жизнь должна дарить радость, а не гнев. Вот. Так что, не знаю. Оставляйте свои комментарии, смотрите видео дальше. И всем пока. Надеюсь на вашу подписку, поддержку. Просто ставьте лайки, дизлайки, проявляйте себя. Вот. Если вам нравятся мои видео, то я люблю читать ваши комментарии. Всем спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok